даже при правильном создании загрузочной флешки с windows xp может возникнуть следующая ошибка при установке данная ошибка никак не связана записью на флешку образа она связана немножечко с другими причинами данная проблема актуальна только при установке операционной системы с флешки если же вы запишите образ на болванку то есть сидите виде диск то в принципе пор такой проблемы у вас возникнуть не должно сама проблема связана с отсутствием драйвера для установки с флешки на ваш пока эта проблема может решиться несколькими способами простыми и сложными если вам повезет в эту проблему решите просто первые пункты по которым можно решить эту проблему это во-первых скачать чистый образ официального сайта microsoft операционной системы xp либо же просто записать на болванку на диск это второй метод это простые способы также если вам повезет вы сможете в биосе выставить нужный драйвер и также проблема исчезнет даже при установке с флешкой ну и самый сложный момент если вдруг биосе вы не сможете настроить верный драйвер то вам придется интегрировать на флешку драйвера для вашего чипсета это самый сложный метод предположим что вы железно решили устанавливать операционную систему с флешки не хотите использовать болванку диск или нет такой возможности то сейчас попробуем один из пунктов решения данной проблемы это настройки биоса а именно типа драйвера для этого переходим во вкладку адвенсит в биосе как включить bios я думаю знает каждый если же нет то при старте компьютера нажимаете либо f2 либо дэлит для моего ноутбука на моем примере у вас может быть f1 или просто дэлит переходе во вкладку адвенсит ищем здесь такие параметры как садок контроллер мод у вас может значительно отличаться данный параметр посмотрим сначала меня потом скажу какие могут быть у вас и здесь у меня стоит очи желательно переключить на другой параметр к примеру но моем случае это не помогло какие параметры еще могут быть у вас здесь могут быть разнообразные параметры но они должны быть со связаны со словом садок примеру сатам от либо же айдэ мод либо же он чип сата тайп либо же айдэ конфигурэйшн или садок фигурэйшн может быть да также пункт сата оперейшн мод где нужно переключить сенченд на комплитарно если есть такие пункты если же вы не нашли ничего из вышеперечисленного то скорее всего вы не сможете решить эту проблему через bios если же вы нашли то что я продиктовал выше также вам следует попробовать поиграться с выбором драйвера то есть ставите все возможные варианты sata мод затем нажимаете f10 соглашаетесь на сохранение и проверяете не исчезла ли ваша проблема если проблема не исчезла то вам нужно интегрировать необходимые для вашего чипсета драйвера на установочную загрузочную флешку для этого придется разобрать образ внедрить драйвера записать заново загрузочную флешку с windows xp давайте с вами попробуем сейчас интегрировать драйвера sata write чтобы впоследствии записать образ на загрузочную флешку уже с этими драйверами возможно это поможет при решении нашей проблемы для этого нам понадобится несколько программ и файлов во-первых самооперационная система то есть ее образ сразу же хочу обратить ваше внимание что вы здесь должны посмотреть какая разрядность вашей операционной системы моем случае это x86 или x32 у вас может быть еще и 64 этому впоследствии понадобится сразу же разархивируем из архивов какую-либо папку затем загружаем необходимые для нашей работы программы эта программа in light моем случае скачано x64 потому что моя операционная система которая буду работать как раз той разрядности далее нам понадобится сами драйверы sata write сейчас я покажу где можно это все скачать во первых программа in light кстати решил подметить очень важный момент новую версию light качать не нужно ссылочку оставлю в описании на данный файл версии 1491 можно 1493 в общем более старая версия нам необходимо ну и сами драйвера драйвера здесь нужно скачивать для вашего чипсета intel amd nvidia чтобы узнать какой чипсет просто посмотрите сзади ноутбука модель введите в интернете и узнаете на каком чипсете ваша машина в общем скачиваете все что я перечислил устанавливайте программу in light xp уже разархивирована как я говорил выше чтобы разархивировать образ можно воспользоваться программой венрар или ультра и со далее когда все подготовлено xp распаковано драйвера распаковано кстати о драйверах я еще расскажу что во первых для какой операционной системы вам нужны драйвера вы должны понимать какая разрядность ваш операционной системы мы об этом уже сказали затем драйвера могут быть разнообразны если вы не в курсе о своем чипсете то конечно вам придется установить их все а возможно что либо еще и докачать ну и давай теперь настроим саму программу выбираем язык который нам необходим нажимаем далее теперь нам нужно указать путь к разархивированному дистрибутиву операционной системы xp не должно быть там русских символов или пробелов так сразу же у нас выбил информацию о нашей операционной системы также ее размер кстати после интеграции драйверов размер будет увеличен намного больше станет он нажимаем далее так здесь нам предлагают импортировать настройки но мы программы не пользовались никаких настроек нам не нужно нажимаем далее здесь нам нужно выбрать именно загрузку драйверов ничего более убираем все опции кроме загрузочный образ is пол и драйвера точнее выбираем их драйвера и загрузочный образ is all больше дел здесь ничего не надо нажимаем далее теперь нам нужно добавить сюда драйвера который мы тоже разархивировали нажимаем добавить папка драйверов ищем на рабочем столе или куда в этом разархивировали нашу папку выбираем x86 и нажимаем ok выбираем здесь данный пункт нажимаем ok здесь выбираем галочку драйвер текстового режима нажимаем control плюс то есть чтобы выделить все можете выделять их с помощью control и левой кнопкой мыши удерживайте control и левой кнопкой мыши щелкайте которые вам нужны на самом деле если вы не знаете точно какой вам драйвер нужен выбирайте их все надеюсь что конфликтов не будет хотя могут быть и конфликты нажимаем ok control a опять же убираем все и нажимаем далее хотите ли вы запустить процесс у нас спрашивают ну мы здесь для этого как бы используем программу нажимаем да нам остается только дождаться окончания интеграции драйверов и сборки дистрибутив операционной системы затем продолжим пришлось еще интегрировать сюда драйвера mess storage я скинулся по ссылочке в описании потому что просто сата очи драйверов не хватило после интеграции проверю будет ли все работать нормально если да то обязательно скажу об этом на последнем этапе нам осталось всего лишь навсего создать образ то есть собрать его воедино айсо образ здесь ничего не меняем все остается по умолчанию просто нажимаем создать айсо так у вас спросит куда его создать выбирайте папку куда будет создан новый айсо образ и нажимаем сохранить дожидаемся окончания процесса затем вы записываете данный сообраз на флешку как правильно записать windows xp видео для этого у меня существует ссылочку оставлю в описании не будем заново показывать потому что и так уже ролик затянутый и пробуйте если какие-либо ошибки у вас присутствовали связанные с рассинхроном драйверов точнее их отсутствием то сейчас возможно проблема решится ну и все вот наш образ новенький с операционной системы windows xp записываем ее правильно на флешку и пробуем записать операционную систему точнее установить на ваш компьютер таким образом интеграция драйверов на флешку точнее в образ windows xp закончена и вполне успешно установка windows у меня запустилась на самом деле хочу подметить что очень тяжело подобрать драйвера именно для чипсета когда вы не знаете какой он и по сути это заняло огромное количество времени у меня будете ли делать это вы я не знаю но инструкцию эту непременно выложу также о том как правильно записать windows xp ссылочку оставлю в описании эти два видео в целом должны вам помочь установить windows xp именно с флешки ну и также хочу еще подметить что если вы не хотите такого геморроя то просто купите болванку диск если у вас нет 9 привода найдите 9 привод и просто не мучаясь запишите обычным способом на диск данную сборку и просто без проблем установить ее